Дорогие друзья, здравствуйте. Это программа «Компания Люди» и ведущая Александра Алферова. И в гостях у меня сегодня Владимир Янушкевич, генеральный директор «План Би Джинс». Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о компании и, собственно, об идее, как у вас она пришла в голову создать джинсы и вообще такое производство. Создавать джинсы – это не велосипед, который нужно изобретать. Джинсы – это достаточно большой, широкий рынок. Но так вышло, что отчасти случайно, что мы пытаемся сейчас создать компанию, которая займет такую нишу высококачественных джинсов, именно российского производства, потому что принципиально для нас производить джинсы в России. У вас есть опыт какой-то в этом? Вы, не знаю, дизайнер, конструктор одежды? Нет, нет, нет. У меня есть опыт создания организаций, компаний, юридических лиц с какой-то там определенной идеей, выстроенностью. Но именно как дизайнерской нет, конечно же, опыта нет. Но более того, джинсы в этом плане очень благодарны продукт, потому что дизайн и джинсы – это можно их развести. Джинсы – это все-таки такое тяжелое машиностроение в сфере легкой промышленности. Да, я только хотел сказать, что скорее конструкция, скорее правильная лекала, правильная конструкция брюк. Промышленность легкая, а продукт получается очень тяжелый. Расскажите тогда про специфику, откуда ткань. И вот мне интересно еще, то есть это как произошло? Вот вы там шли по улице, решили, а вот я буду шить джинсы. Ну, в общем-то, да, так и произошло. Шел по улице, пришел домой, сел с друзьями на кухне и решил, что мы будем нашить джинсы, потому что этот разговор состоялся, когда евро был 100. Мне необходимо было приобрести на тот момент мото-джинсы, мото-клипировку. А это какая-то специфика, да? Да, там есть определенная специфика, она заключается в том, что в джинсах внутри есть еще один слой кевларовый, который, если не дай бог, ты свалишься с мотоцикла, ты будешь ехать, скользить по асфальту. И с тобой джинсы еще сотрутся, а кевларовый слой, соответственно, предотвратит стирание того, что под джинсами. Нет, это не такие, но очень похожи. Вот, соответственно, на тот момент эти джинсы стоили каких-то космических денег, и мы что-то, слово за слово, и решили, что почему бы самим не попробовать, точнее, я решил, что надо самим попробовать, самому. И вот, в общем-то, потом идея с мото-джинсами отвалилась, потому что это слишком узкий рынок, я примерно там прикинул, посчитал, я понял, что тут не заработать совершенно. Вот, и остались просто джинсы. Откуда ткань или ткани? То есть, как вы их подбираете? Ну, мы принципиально подбираем, поскольку в хороших джинсах я все-таки долго знал и до этого, мы принципиально подбираем ткани очень высококачественные. Это итальянские производители, это японские в первую очередь деним, потому что это, наверное, самый топов зелик в мире денима. Вот, соответственно, мы привозим все сюда, и здесь шьем джинсы. Теперь поподробнее, где шьем, и что это за производство, это что, ручной труд? Ну, любая швейка, это все-таки ручной труд, потому что, ну, как бы не до конца автоматизировали еще это, да, за машинкой сидит швея. Это Подмосковье? На самом деле, очень тяжело найти в России производство джинсовое. Это очень специфичное производство. Опять же говорю, это тяжелое машиностроение, это не футболки шить. Ну, то есть, это ткань плотная, тяжелая. В последние годы я потратил на поиски производства достаточно качественного и такого, который мог бы мои объемы выполнять. Вот, на данный момент, да, у нас есть два производства в Москве и в Краснодарском крае, услугами, которые мы пользуемся. А объемы, это вот о чем идет речь, о каких объемах? На данный момент идет речь достаточно о небольших объемах, то есть, если мы говорим про, то есть, ну, как бы есть у нас такое понятие, цветомодель, да, цветомодель, это порядка 300 единиц. Что такое цветомодель? Цветомодель, это, ну, условно, вот в магазине, вы знаете, артикул, да, вот, условно, это артикул, будем называть это так. То есть, это достаточно скромный объем на данный момент, но нам только год, чуть больше. Ну, скромный, просто я понимала, это о каких вообще идет объемах? Ну, то есть, это там 100 джинсов, там, не знаю, в год? Нет, ну, в год это где-то около, наверное, полутора тысяч единиц. Это очень мало, на самом деле, для рынка, но это то, с чем мы вышли, фактически, продажами. То есть, если мы весь прошлый год занимались производством, поиском его, отработкой моделей и прочее, 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 то сейчас мы занялись продажами и, фактически, мы вышли к продажам уже вот с этим объемом. Для начала это нормально, это позволяет нам двигаться дальше. А вы работаете с готовой линейкой? То есть, у вас, условно, в магазине есть весь размерный ряд? Или человек приходит, говорит, вот я хочу вот эти и вот хочу? Нет, нет, интерпошивом мы не занимаемся. Если у нас есть определенное такое, как бы, ответвление, скажем, да, то есть, у нас есть то, что всегда в стоке, да, так называемый в стоке на полках, да, есть там, условно, пять мужских, три женских модели. И плюс к этому мы постоянно выпускаем очень лимитированные какие-то серии, 50-100 пар каких-то там уникальных. Вот, например, последний раз мы выпустили там 16-унцовые джинсы, это прямо такая фанера. Вот я в них разнашиваю, хожу, да, пока тяжело, но я терплю. А в этом есть какая-то фишка или что? Конечно, да вообще с джинсами связана такая вещь, как денимкультура, это огромный пласт такой субкультуры, денимхеды, есть совершенно чудесные люди, которым ничего не интересно в жизни, кроме денима. Они знают, сколько раз свернута эта ниточка, вот так, там, сколько раз он покрашен, какой именно индига натурально синтезированный и прочее, прочее, прочее. Там очень много вещей. Вы теперь тоже стали в этом разбираться? Ну, конечно, а как же? Ну, я и до этого был немного причастен, но я не, как бы, с этими людьми не соприкасался. Теперь мы работаем вместе. Тогда расскажите, кто эти люди? То есть вы же уже можете, с учетом того, что год работаете, портрет аудитории обрисовать? Ну, если мы говорим именно про тех людей, которые, скажем так, как я их назвал, денимхедов, да, то это, безусловно, полпроцента, да, это полпроцента нашей аудитории, но они формируют, скажем так, некую планку, да, некий уровень. Да, если они у нас, к нам приходят, и если они, как ресторальный критик, условно, да, они говорят, да, это окей, значит, все, все остальные заходим, да. То есть в жизни такое тоже есть? Конечно, а как же, а как же. А в основном наша аудитория, конечно, это люди, ну, уже ближе к 30-ти, люди те, которым важно качество, которым не нужно просто, там, как молодежь надел, побежал, там, скейт упал, там, порвалось, ничего страшного, выбросил, купил новое. А, то есть люди, которым уже нужны вещи с историей. Вот с историей, а важен ли при этом бренд? Все-таки в бренд у вас еще не очень сильный. Мягко говоря. Да, не очень сильный, я мягко говоря. Ну, вот эти люди, о которых вы говорите, может быть, я, может быть, я, конечно, ошибаюсь, но им чаще важно, как называется. Безусловно. Но... Даже не качество. Да, дело в том, что, например, если говорить про Москву, то у нас существовали до кризиса несколько магазинов, которые приучили людей вот к этой-то нем культуре, показали какие-то бренды, рассказали, что такое там селвидж, да, и прочее, прочее, прочее. И сейчас, когда, опять же, мы имеем доллар не 30, а имеем доллар 60, эти люди перестали туда ходить, магазины закрылись, или спрос упал, и эти люди пришли к нам. Да, мы неизвестный бренд, но они видят, они получают то же самое за в два раза ниже прайс, и при этом у них есть определенный... Запрос. Фан, да, то есть они неким образом получают удовольствие от того, что они участвуют в становлении бренда. Они видят наши первые шаги, как младенца. Вот он встал, вот пошел, там фотографии показывают. Вот, в первый класс. То есть это что, развитие российского рынка именно? Да, конечно, формируется определенный какой-то контингент людей. У нас есть просто, ну, я не побоюсь, фанаты бренда. За эти полтора года уже сформировались. Мы всячески популяризируем идею деним-культуры, и, например, мы читаем лекции у себя в магазине. История японского денима. И к нам на лекцию в пятницу вечером в метель пришло 80 человек. Ого. Хорошо. Если говорить, вот вы сказали, магазин, их много? И как вообще, в принципе, вы видите развитие продаж именно бренда? Мы пытаемся развить интернет, конечно же, потому что, ну, это, никуда от этого не деться. Но в первую очередь я, конечно, вижу развитие продаж оффлайн, потому что людям очень важно, во всем случае в нашем продукте, очень важно потрогать, пощупать. Очень важно наладить некий контакт между покупателем и продавцом. И магазином еще. И магазином. Попасть в ауру, приходите к нам в магазин, у нас там очень уютно. Почувствовать вот эту ауру, опять же, этой деним-культуры. Ну, это некая такая, знаете, вот, как говорят, там, крафтовость. Вот эта вот лавочка. Ты приходишь, и ты видишь человека, который вырастил тебе эту, не знаю, брюкву. Вот здесь не брюква, а брюки, да, вот, примерно то же самое. Такого же уровня контакта. Когда я стоял первое время за прилавком сам... И такое было? Было, конечно. У нас люди некоторый раз задерживались, ну, кофе наливали там по 40 минут, по часу, могли стоять, просто обсуждать какие-то вещи, связанные с джинсами. И они не еды, не мхеды, им было просто интересно, они расширяют кругозор, просто интересные такие вещи. А кто разрабатывает модели? Вообще, как-то вы при крафтовости продукта, все-таки это слово, оно сейчас, да, здесь, наверное, будет уместно. Да. А вот при таком продукте важна ли мода? Я имею в виду форма брюк, там, я не знаю. Вот чем хороши джинсы, да, это все равно, что выпускать гвозди. Вот если ты выпускаешь качественные гвозди, ты найдешь своего покупателя. Вот с качественными джинсами такая же история. Есть, там, условно, не знаю, 5-7 классических посадок мужских. Прямые, зауженные, пошире, поуже, там, посадка повыше, от колена зауженные. Ну, такого плана. Дальше начинаются детали. Какая-то прострочка, там, какие-то интересные вещи. Это уже все давно пройденный этап. Мы это просто делаем так, как нам нравится. И это садится на нашего покупателя, и этого достаточно. То есть здесь о дизайне, как о дизайне именно, да, как мы говорим, там, дизайн где-то там, не знаю, в платьях, там, еще в чем-то, речи здесь не идет. Это тяжелое машиностроение. Нам нужно делать просто качественный продукт, и этого достаточно. Дорогие друзья, мы вернемся после небольшой паузы. Дорогие друзья, снова здравствуйте. Это программа компании «Люди» и ведущая Александра Алферова. И в гостях у меня сегодня Владимир Янушкевич, генеральный директор «План Б джинс». Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Мы с вами затронули тему про моду, про тенденции вообще в джинсовой индустрии, назовем это так. Расскажите, вот, ну, я так понимаю, что есть классика, есть вот эта вот посадка, про которую мы с вами сказали, которая не меняется. То есть если это удобно, если человек в это влез, скажем так, он к вам будет теперь постоянно ходить. Ну, практически, да. А меняться что-то будет, то есть появляется, ну, там, я не знаю, какая-нибудь отдельная линейка, более потертый джинс или там. Ну, да, безусловно. То есть тенденция в этом плане заключается как раз в том, что, например, мы берем классическую модель, да, там, нашу классическую, у любого производителя так, и выпускаем ее там в 10 вариантах ткани. В этом сезоне это будет тенденция темной ткани, например, да. В следующем сезоне это будет все в лохмотьях. Это и весной, например, мы были на выставке в Амстердаме, там, основная выставка, Даним Дейс проходит. И основная тенденция была, это заляпанные такие штаны-маляра. Вот просто полностью заляпанные, с разными там цветами краски ходят такие. Есть у вас такие джинсы? Нет, пока мы еще не научились, да. Ну, как бы здесь же мы немножко с опозданием всегда идем, и я предполагаю, что в России это будет через пару лет только. Через пару лет даже? Ну, да. То есть с таким опозданием? Ну, пока что мы говорим о дырках. Ага, даже так? Наверное, да, в летом носили с огромными дырками джинсы. Вот пока мы говорим только о таких тертых джинсах. Ну, то есть, соответственно, вы посещаете подобные мероприятия, следитесь за тенденциями. Конечно. А еще очень важно там поставщиков искать, потому что, например, у японцев есть особенность. Они никогда не отвечают на обычные такие вот имейлы. Им нужно очень очень. Им нужно, да, установить контакт визуальный, увидеть себя. После этого они с удовольствием общаются. А вот расскажите про… Есть такое понятие сейчас, как лук, да? Вот когда, ну, человек смотрит на картинку, приходит, говорит, я хочу вот так. Вот вы как-то в этом тренде и в этой тенденции себя видите и что-то делаете? Ну, безусловно, мы пытаемся к нашим джинсам всегда что-то приложить. Ну, обычно это такой, как называется, норм-кор, да, стандартные вещи. Это толстовка, майка, какой-то худи с капюшоном. То есть, базовые такие основные вещи, которые… Ты купил джинсы, думаешь, а, ну, еще и майчику, да, точно. То есть, здесь мы, опять же, не пытаемся изобрести что-то новое, стандартное. Просто, опять же, мы берем какие-то очень хорошие ткани, хорошую посадку, отрабатываем подолгу ее, чтобы это все работало вместе. А это скорее про моду или про продажи? Нет, это, если говорим про трикотаж, то это, конечно же, скорее про продажи. Это скорее для того, чтобы, ну, там, условно, как говорят, добить чек. А средний чек у вас какой? Ну, средний чек в районе 10 тысяч. Это только джинсы или это лук? Нет, это джинсы и, скажем, футболка. Футболка или джинсы и толстовка. Вот вы сказали, что видите свою аудиторию, которая будет к вам приходить в магазин. А вот как вы с ней взаимодействуете вообще, в принципе, как вы выходите на новую аудиторию, как вы расширяете аудиторию? Во-первых, это реклама, прямая, прямая реклама в Фейсбуке, самая работающая на данный момент реклама. Понятно, что нам не нужны сейчас, не нужны, да и нет возможности выкупать время, там, не знаю, у Малахова, да, в передаче. Вам это вообще, мне кажется, не нужно. Да, ну, это Глория выкупает. Вот, нам это не нужно. Мы в другой целевой аудитории работаем и прочее. Фейсбук, да, это наша аудитория. Сарафанное радио, это наша аудитория. Ну и контекст. Мы сейчас потихонечку начинаем осваивать контекст. Но здесь тоже очень сложно, потому что мы продаем джинсы. Если вы, например, сделаете бюджет своей рекламы под фразу «купить джинсы», то мы своим бюджетом его профукаем в течение, не знаю, 15 минут. Потому что по запросу «купить джинсы» у нас будут конкуренты такие, что... Ну, которых вы уже назвали в том числе. А, соответственно, нам нужно здесь искать, например, «купить японский сэлвидж». Эти слова многим не знакомы, но наша аудитория уже подготовлена. Она уже сможет... И в целом есть люди, которые даже из других регионов России, которые эти запросы производят. Подготовлена аудитория. То есть, соответственно, ей нужно рассказать, ее нужно образовать. Вот вы что здесь делаете? Мы пишем статьи. Мы активно участвуем в каких-то образовательных программах. Сотрудничаем с некими ребятами, которые популяризируют, в частности, эту культуру. Мы пытаемся выходить на, скажем так, как сопутствующие, да. Это всякие там барбершопы, крафтовые пивоварни и прочее, прочее. То есть, те места, где наша аудитория открытая, восприимчивая ко всему новому или уже готовая. Да, почему нет? Ну, то есть, примерно люди те же, только из других сфер, которые тоже делают продукт качественный российского производства. Вы, в общем, там с этой же аудиторией взаимодействуете. Да, это, в частности, мы практикуем коллаборации, да. Это модное слово. Вот это, например, продукт коллаборации с одним брендом, который не имеет отношения к Дениму. С каким? Ну, по крайней мере, сфера. Это алкоголь, это бурбон. Значит, мы начали сотрудничество, сделали для них коллекцию джинсов. Основная идея была здесь, на мой взгляд, очень интересна. Основная идея была в том, что американский бурбон, как и Деним, он со временем становится только лучше. Ну, и, соответственно, Деним нужно бы нашивать. Это красиво, он стареет, там, фейдинг, да, так называемый. Соответственно, мы вот сделали из американского Денима коллекцию джинсов. Там специальным образом их сшили и так далее, и так далее. И Деним был сам с оттенком бурбона. Плюс к тому у нас внутри, в заднем кармане, например, просто такая фишечка, вышита бутылка этого бурбона. И в процессе носки, поскольку здесь это жёстче, эта бутылка будет проявляться на заднем кармане. И там через год, через полтора она здесь вот прям вырисовалась. Ну, то есть вы заложили прям целую концепцию. Да, да, и это был совершенно потрясающий отклик в соцсетях. Все хотим такие же, но это лимитка, мы их, наверное, сделаем ещё. Но это такие как раз вещи, которые популяризируют. А это купить нельзя было или можно было купить? Нет, купить нельзя было, но мы, поскольку здесь логотипы этой организации, мы не могли их продавать. Но сейчас мы договорились о том, что мы их сделаем и будем продавать. Ну, в любом случае, эту фишку уже можно использовать. Ну, да, но хорошо, когда она работает в сочетании с брендом. Вы проводите лекции. Вот откуда вы черпаете информацию? И, ну, то есть вы сказали, что это такой, я так понимаю, ну, мир отдельный, целый мир с фанатов джинс. Вот откуда? Есть какие-то, я не знаю, какие-то сообщества приглашать к их гостей? Ну, есть в России небольшое сообщество тех же самых донимхедов, но в основном это, конечно, западные ребята. Там совершенно сумасшедшая популярная эта культура. И, скажем так, начиная от гаражных джинсов, да, в Америке, там, половина Калифорнии, там, не знаю, 200-300 брендов существуют в Калифорнии, которые производят джинсы. В гараже просто сидит один дядька там и себе потихонечку на двух машинках там делает джинсы. Продает их за космический ценник, там, 500-600 долларов, но 5 пар в месяц, и как бы он уже неплохо себя чувствует. Вот. Ну, то есть это совсем эксклюзивный продукт. Ну, да, да, да. В Европе это все-таки немного более экономически выверенная модель, но, опять же, достаточно популярный, развитый там несколько, я знаю, порядка 10 таких средней руки брендов, которые вот именно на этой идее выезжают. Что высококачественный деним, вот посмотрите, как он будет носиться и так далее, и так далее, и так далее. На идее деним культуры. У нас пока такого нет. Слово деним – это что-то новенькое для людей. То есть с азов надо потихонечку-потихонечку образовывать, объяснять. Ну, у нас все-таки еще вот это вот поколение, про которое вы говорите, оно еще помнит вот эту вот варку. Ну, это отдельные совершенно ребята, которые приходят к нам, и так, прищурившись, говорят, ну, я в 80-х тоже. Да, 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 варил, варил. Варил, сначала фарцевал, потом варил, цеховики – это отдельная песня, да. Такие тоже у нас, да, есть. Они приходят, вот, чтобы как в детстве, чтобы он хрустел. Да, да. Есть такой, я говорю, есть. Еще же цвет определенный получается. Ну, конечно, да, да. Ну, то есть с ними вы тоже взаимодействуете или им предлагаете какую-то интересную? Ну, с ними тяжело, они неорганизованы. Это обычно просто в качестве покупателя приходят поностальгировать, взять себе пару, такие, молодцы, давай. А вот вы говорите, фанера – это вот какой-то прям эксклюзив, это вот какой-то определенный деним? Да, деним, в принципе, как бы различается, основное отличие друг от друга разных типов денима – это плотность. Плотность измеряется в унциях на квадратный ярд. Вот, соответственно, чем выше плотность, тем вот выше вот эта фанеризация, да, этого денима. Если мы говорим про обычные регулярные джинсы, это где-то там 11-12 унций, то, что мы носим всегда. А если от 14 и выше, это уже на любителя, это уже жесткий плотный деним, 16 унций – это уже так тяжело. Он хрустит, но есть в Японии, например, бренд очень серьезный, они не продают джинсов, которые имеют плотность меньше 21 унции. Соответственно, 21 унция – это просто они так ставят в уголочек. А в чем фишка? Им не нужно манекен, манекен их экономят. А фишка в том, чтобы это все дело разносить, в том, чтобы проследить этот путь, вот этот фейдинг, да, старение джинсов, как это, уорнаут, да, разношенные джинсы. Вот, знаете, там целая культура, тут тоже в Амстердаме был, продаются джинсы в магазине, 600 евро, значит, висят, на год дали некому бармену, в какой-то модный там бар, дали ему поносить джинсы. Вот год он носит их, не снимая, не стирая, вот, ну, это, кстати, часть культуры, их желательно не стирать, как можно дольше. Некоторые в морозилку кладут. Не стирать, а как же там? Ну, не стирать. Чистота, ген. Ну, вот, морозилка. Значит, так вот, он их носил год, и на них ржавчина, он там таскал ящики с пивом, да, там где-то у него ключи в кармане лежали, соответственно, эти ключи проявились каким-то образом и так далее. Выношенные дыраны и джинсы. И вот ребята, владельцы бренда, которые дали ему эту пару, они ее обратно забрали, у себя повесили и сделали такие же реплики, просто, ну, целую партию джинсов. То есть, вот с этими же вот проявлениями. Да, и ты фактически покупаешь джинсы такие, как будто ты их год носил, работая в модном баре, таскаясь, ну, то есть, это целая история. Ну, это какая-то история, да. Да, любая пара, и любая пара, которую вы берете, вот, например, с вот такой неношенной, да, с сухого варианта, она как раз и дойдет, она потом будет рассказывать. Вот здесь вот, там, вы ключи носили, там, кто-то, знаете, эти бардачи большие, там, носит в пятом кармане. Ну, это же не моя история, это же чья-то. А, если вы берете уже поношенные, да, это чья-то история, но они же красиво выглядят, это здорово. Но в целом, вот, культура, да, заключается в том, чтобы взять сухие джинсы и начать свою историю. И я так понимаю, что вот вы, мы с этого начали, вы закладываете вот некую историю и работаете с целевой аудиторией, вот, которым важна история. Дело в том, что да, но не 100% людей хотят этим заниматься, разумеется, и даже не 50%. Гораздо меньше. Но, когда ты даешь эту возможность, то, в целом, ты просто показываешь, что да, ребят, у меня, знаете, как у автомобильного производителя, должна быть спортивная версия, там, чего-то там купе. Вот, ну, обязательно. Хоть ты лопни, там, у любого. Вот примерно то же самое у производителя джинсов. Если ты делаешь качественные джинсы, у тебя обязательно должен быть в спектре сухой селвич деним. Ну, все. Ты можешь на нем делать 1% выручки, но он просто должен быть, потому что, если он есть, люди тебе верят. Дорогие друзья, это была программа компании «Люди» и ведущая Александра Алферова. А в гостях у меня был Владимир Янушкевич, генеральный директор «План Б Джинс». Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова